начнем интерпретацию с регрессионного уравнения я записал регрессионное уравнение сразу для генеральной совокупности y константа континуальные или количественные x и блок бинарных эффективных x даме x в чем особенность регрессионного уравнения с эффективными переменами во первых в том что в этом блоке только одна из переменных может принимать значение 1 все остальные в этот момент должны быть нулями потому что не может фильм одновременно выйти в восьмом например и десятом годах во вторых дополнительный смысл придается константе по сравнению с обычным по сравнению с обычной линейной регрессии что такое константа в данном случае это количество пользовательских оценок при условии что фильм имеет нулевой рейтинг нулевое количество лицензий нулевое количество номинаций и все нули по переменным годов а что это значит это значит по сути что актуален базовый год выпуска то есть 2007 моем случае потому что именно 2007 год я не вставлял в регрессионную модель тем самым автоматически поместив его в контрольную или референтную группу тем самым отнеся его к константе в этом смысле для 37 это базовый год моей модели допустим хочу рассмотреть фильмы с теми же самыми характеристиками как у референтной группы но при этом чтобы он был выпущен в 2008 году то есть становится актуальным это слагаемо тогда континуальные иксы остаются нулевыми они не играют роли все эти иксы тоже нулевые не играют роли но и здесь коэффициент для генеральной совокупности равен нулю потому что этот x оказался незначим таким образом снова остается актуально только константа таким образом можно сказать что картина для 2008 года не отличается от картины для базового 2007 года в этом смысле можно уравнять эти два года сказать что они оба оказались базовыми тенденции внутри этих годов оказались одинаковыми следующим шагом я хочу рассмотреть фильмы опять с теми же самыми характеристиками но при этом вышедшие на экран в 2009 году тогда становится актуальной эта переменная она принимает значение 1 все остальные нули значит из константы вычитается этот коэффициент и остается примерно 8800 это и есть число оценок у фильмов с нулевым рейтингом нулевым количеством лицензий нулевым количеством номинаций вышедшим в 2009 году но может возникнуть вопрос когда мы работали с одной континуальной переменной отвечающий году выпуска мы тоже могли подставлять в эту переменную значение 0 то есть 2007 год 1 2008 год 2 и так далее что дает нам использование фиктивных переменных вместо одной континуальной переменной ну кроме некоторого усложнение регрессионного уравнения усложнение это не плюс чтобы ответить на этот вопрос вернемся к табличке с коэффициентами и я перенес ее в экселевский файл вот табличка я чуть подсократил чтобы удобнее коэффициенты при даме переменных константа и континуальных икса эти коэффициенты я вынес сюда этот столбик название расшифровывается как фиктивные переменные генеральная совокупность для 2007 года 2008 года стоят нули потому что 7 год относится к референтной группе а 8 год имеет ту же тенденцию что и 7 год судя по результатам моделирования оказалось незначимое влияние восьмого года по сравнению с 7 годом что происходит в девятом году при переходе от восьмого года снижается снижается y то есть число пользовательских оценок вот графика демонстрирует причем как раз девятом году самый сильный нисходящий тренд потом слабее он тоже нисходящий но слабее то есть при переходе к девятому году самый крутой спуск вниз да если мы возьмем десятый год по сравнению с седьмым и восьмым тут еще ниже спуск минус 13000 но это за два года снижение относительно базового уровня а тут за один год такое снижение дальше снижение продолжается то здесь как бы почти линейная зависимость но здесь наблюдается довольно продолжительная плату почти горизонтальная поверхность а потом падение уменьшается оказывается что в четырнадцатом году фильмы оказались популярнее чем те которые вышли в тринадцатом году это полностью противоречит нашей исходной гипотезе и тому что мы видели когда использовали единую континуальную переменную с годом но потом падение возобновляется потом снова короткая плата и снова попытка восстановления синяя линия отвечает как раз единый континуальный переменной год выпуска которая была в первой модели как эту линию построить в первой модели коэффициент при годе выпуска был минус 2492 если подставлять значение года можно рассчитать вклад каждого года 2007 год у нас закодирован как ноль поэтому 0 умножаем на коэффициент получаем 0 2008 год как единица единица умножается на это коэффициент получается от кэффициент 9 год закодирован как двойка двойка умножается на это коэффициент получаем четыре тысяча девятьсот восемьдесят пять семнадцатый год закодирован как десятка десятка умножается на этот коэффициент получается 24927 линия синяя как раз отражает закономерность это то что мы предполагали когда взяли целую одну континуальную переменную соответствующую году в реальности когда мы позволили ограничению линейности не соблюдаться за счет того что мы разбили переменную на отдельные годы оказалось что тенденция не совсем линейная и даже не монотонная на криво линейная местами происходит изменение направления тенденции какая линия заслуживает большего доверия конечно кривая линия заслуживает большего доверия потому что эта линия выстроена с условием искусственно внедренным потому что у нас модель то регрессионная линейная то есть некое ограничение ограничение в том что связь линейные и это ограничение заставило то ли не быть прямой введя эффективные перемены мы сняли от ограничения и теперь есть несколько линейных закономерностей причем некоторые из них восходящий таким образом эта линия заслуживает большего доверия и наводит на различные мысли о том почему так почему оказывается что фильмы выше тринадцатом году менее популярны чем фильмы вышедшие в четырнадцатом году во первых можно предположить что какие какие-то годы у фильмов были больше рекламный бюджет как вариант второй вариант здесь у нас были 7 8 год восьмом году был кризис после кризиса могли им снизить отраты зрителей на походы в кино и тем самым снизилось число зрителей посмотревших фильмы четырнадцатый год тоже был кризис это же могло снизиться число зрителей сходивших кино и отсюда вот эти резкие падения самое крутое падение тоже довольно крутое падение потом некоторые восстановления но это гипотеза которые надо подтверждать как их подтверждать искать данные по рекламным бюджетам фильмов по расходам зрителей на билеты кинотеатрах в целом по сборам кинотеатров в каждом году и можно таким образом найдя эти данные усовершенствовать нашу модель и проверить действительно ли эти гипотезы подтверждаются или не подтверждаются но по крайней мере именно благодаря тому что мы ввели криволинейную зависимость и рассматриваем ее возможность выдвинуть такие гипотезы у нас появилась смотря на эту прямую линию такие гипотезы у нас не появились бы подытожим если у нас есть категориальные переменные или если мы хотим посмотреть на криволинейную зависимость в рамках линейной регрессии мы можем использовать фиктивные переменные они получаются посредством дихотомизации каждое значение исходной перемены превращается в самостоятельную переменную со значениями 0 и 1 затем эти переменные бинарные дихотомические помещаются в регрессионную модель есть ряд нюансов как это происходит большее значение в линейной регрессии с эффективными переменами придается константе в нее вкладывается больше смысл чем обычной линейной регрессии и при умелом использовании работа с эффективными переменными позволяет сделать дополнительные выводы по сравнению с тем что мы могли бы сделать без их участия кроме того конкретно в нашем случае интеграция в модель эффективных переменных не привела к ухудшению технических критерий в качество модели мультиклинеарность не выросла гетероскедастичность не выросла и распределение остатков не сместилось мультиклинеарность не выросла и сооружение